Здравствуйте! С вами Аля Пономарёва и «Цитаты свободы». В этом подкасте я рассказываю, что в последнее время обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. В этом выпуске речь пойдёт об арестах Министерства обороны и кадровых перестановках в путинском аппарате, а также о протестах в Грузии. Начальник управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов арестован по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Менее месяца назад за взятку был арестован замминистра обороны Тимур Иванов. Многие блогеры считают, что в Минобороны начались крупные чистки, которые усилятся после назначения нового главы ведомства Андрея Белоусова. Мария Строева. При обыске у Кузнецова нашли 100 миллионов рублей, предметы роскоши и коллекционные часы. Но мы же прекрасно понимаем, что подобный набор хранится в каждом доме российской чиновничьей элиты. Без этого же никак. А арестовывают не всех. Вернее, арестовывают тех, кого велено арестовать в конкретный момент. Путин по-сталински дал отмашку на чистку армейской верхушки и руководства оборонной отраслью. Рано или поздно каток репрессий доберётся и до Сергея Шойгу, предполагает журналист Игорь Яковенко на канале «Утро февраля». Сейчас Шойгу, который оказывался на должности секретаря Совета Безопасности, он на этой должности находится весь, ну просто увешанный чёрными метками. Сначала Тимур Иванов, потом Кузнецов. То есть вот это вот кресло, которое Шойгу оставил министр обороны, оно за ним следует, прыгает и постоянно продолжает под ним шататься, хотя он его уже не занимает. Потому что на самом деле, ну второй арестованный его сотрудник, это ну довольно серьёзная вещь. Это ещё не конец. Потому что ясно, что Белоусов будет продолжать чистить министерство обороны. И все эти очистки, они полетят в Шойгу. Так что всё ещё впереди, на самом деле. И, так сказать, тут, кстати говоря, ещё один важный тест для Путина и нам, для понимания того, насколько далеко Путин готов зайти вот в этой своей мафиозной перестройке. Потому что, в принципе, если будет достаточно большое количество посадок, и все эти посадки будут так или иначе вести в сторону Шойгу, то, в общем-то, неизбежно возникает вопрос, а что делает этот Шойгу на высших государственных должностях? Здесь вот этот вот рёв Пригожина и Зада, который постоянно доносится, что Путин, Герасимов, а почему Шойгу до сих пор не у меня, не рядом со мной? Вот этот вот рёв и Зада, он продолжает доноситься, и он очень отчётливо слышен. Логика здесь неумолимая, пишет публицист Александр Низоров. В министры, замминистра и на прочие должности люди идут, чтобы воровать. Никаких других причин занимать высокие посты вообще не существует. Невозможно представить относительно вменяемого человека, который пошёл бы в министры просто так – поорать, похамить и побегать папочкой. Всегда целью любого служаки являются крупные регулярные кражи, распилы и крысятничество. Большие погоны и статус обеспечивают комфортность и безопасность казнократства. Это абсолютная норма. Неворов в министерских структурах не бывает. Если попадётся умалишённый с принципами, то товарищи силой заставят его красть или закатают в психушку. Однако дурацкие аресты начались. А Шойгу теперь должен будет наблюдать, как его друзей и подельников варят живьём. Какое-то время котёл с замами будет клокотать в сторонке. Потом туда присунут ножки Кужегеточа. А потом его и целиком опрокинут в следственное варево. И туда же покрошат весь лист из его лаврового венка полководца. Шойгу остаётся только надеяться, что его товарищ по таёжным приключениям не будет бросать его в этот котёл. Сейчас всё зависит только от Путина, отмечает военный эксперт Юрий Фёдоров на канале Александра Плющева. Я думаю, что, ну, в общем, всё, конечно, зависит от позиции Путина. Но по всем бюрократическим законам и нормам, значит, человек, ну, руководитель даже, снятый со своей должности, как Шойгу, руководитель, в подчинении которого были взяточники, как Тимур Иванов, или, предположительно, изменники, как Юрий Кузнецов. Хотя непонятно, повторяю, непонятно, что ему инкриминируют. Ну, значит, он несёт, если не уголовную, то, по крайней мере, политическую ответственность. В советское время такого рода люди, в общем, теряли партбилет и уходили куда-то, ну, в общем, непонятно куда, на пенсию. Причём, возможно, даже не персональная, не военная. Ну, а при нынешних порядках всё определяется благорасположением или отсутствием такового со стороны Владимира Путина. При этом на Шойгу можно было бы свалить многие грехи, пишет публицист Илья Вайтсман. К Кужегеточу теперь, если бункерфюрер вдруг повелиться изволит, если не госизмена, то как минимум преступная халатность ломится за полный развал работы вверенного ему высочайшим повелением министерства. Тем более, что разоблачённый славными органами предатель и расхититель Шойгу вполне сойдёт в качестве сакральной жертвы для объяснения ширнормассам неудачи в войне против Украины. Ах да, генералам, делавшим взносы в личный фонд гражданина Кузнецова за вкусное назначение, тоже стоит призадуматься о своей судьбе. Он ведь всех спонсоров сдаст. Ему теперь в несознанку уходить резона никакого. Новый министр обороны тоже вполне заинтересован в продолжении чисток, говорит политолог Абаз Галямов на канале «Живой гвоздь». Надо понимать, что Белоусов, новый министр, заинтересован сейчас, объективно заинтересован, безотносительно к тому, как он к этому относится, с моральной этической точки зрения, но объективно он заинтересован в том, чтобы аресты эти, задержания, разоблачения сейчас приобрели максимально массовый характер. Чем больше сейчас в головах общества, причём я сейчас общество имею в виду в самом широком смысле слова, от последнего завета патриота до президента, ну понятно, что мнение либералов не волнует. Чем больше в головах вот этого общества отложится, так сказать, ощущение, что, ну там, в министерстве вообще кошмар какой-то, всё прогнило, тем более длительным будет для него период такого комфортного вхождения в должности, когда никто не будет с него ничего спрашивать, ну никакого результата не будет спрашивать. То есть все будут понимать, что, ну он пришёл буквально на пепелище, что там, так сказать, всё было развалено, разворовано, да, и поэтому, ну требуется время, чтобы всё это, так сказать, наладить, восстановить. И, соответственно, интересом, политическим интересом Белоусова это сейчас, безусловно, отличает. Поскольку Белоусов является одним из, так сказать, лидеров, стратегов, так сказать, вот этого гестрибинного лагеря, то руководство силовых структур, в первую очередь и ХСБ, конечно же, его просьбу, так сказать, копнуть поглубже, воспримут, ну не то чтобы как команду, конечно, но отнесутся к ней с пониманием и с уважением. К тому же, объективно, интересом фиклистов это тоже отвечает. В первую очередь это отвечает интересам Следственного комитета, конечно. Те, значит, буквально как серберы, так сказать, спустили с поводка, они теперь должны рвать, и чем больше порвут их, так сказать, тем больше звёзд на погонах заработают. Аресту Кузнецова и Шухеру в Минобороны рады в том числе российские ЗЭТ-военкоры, пишет прокремлёвский политолог Сергей Марков. Продокс в том, что военные радуются арестам военных и требуют их больше. Военные на фронте радуются арестам в тылу, надо добавить. В провоенных блогах утверждают, что бывшие заместители Шойгу и другие высокопоставленные чиновники Минобороны покидают ведомство один за другим. Ходят неподтверждённые слухи, что рапорт об отставке подал спикер Минобороны Коношенков. ЗЭТ-блогеры пишут, что заявление об уходе уже подали такие заместители Шойгу, как Руслан Цаликов, Департамент информации, Алексей Криворучко, Вооружение и оборонные заказы, и Татьяна Шевцова, Финансовое обеспечение. Зачисткой называют происходящее в анонимном блоге тот самый олень. Минобороны зачищают от наследия Шойгу и его кадров. Интрига, сможет ли Шойгу спасти от уголовного преследования хотя бы самого ближайшего к нему человека, уже экс-замминистра обороны Цаликова, и будет ли ему позволено уйти вслед за шефом в аппарат Совбеза. Именно Цаликов курировал деятельность Кузнецова. Для других чиновников Минобороны никаких персональных иммунитетов и индульгенций нет. Наводить порядок в военном ведомстве будут жестко и демонстративно, расчищая его для новой команды. Есть ощущение, что от Минобороны скоро останутся рожки до ножки, говорит на своем канале политический комментатор Иван Яковина. И от нового министра обороны, от этого самого Белоусова Андрея, потребовали, чтобы он продолжал, собственно, в том же духе. То есть вычищал вот эти все авгиевы конюшни. Авгиевы конюшни, кстати, сейчас самое популярное описание Министерства обороны России. То есть все говорят, что нужно вычистить авгиевы конюшни. Проблема в том, что если их вычистить, помните, как, собственно, Геракл вычистил авгиевы конюшни? Он пустил реку на эти конюшни, и река прошла, поменяла русло реки, река прошлась по этим конюшням и смыла оттуда все дерьмо, извините за выражение. Сейчас, если сделать подобную операцию с Министерством обороны, то смоют все Министерство обороны. Не только, так сказать, все дерьмо, которое там накопилось, но и само Министерство. Вот в чем, как бы, главная проблема. И даже сторонники Владимира Путина, даже его фанаты, там, из числа каких-то ватников, убер-ватников, они все это признают. И они не очень понимают, как быть в этой ситуации. Возможно, выгоду из этих чисток сможет извлечь и Украина, пишет политический аналитик Алексей Лушников. В целом же логика путинских перестановок в правительстве говорит о том, что он больше не доверяет армии. Комментирует на своем канале «Пастуховская кухня» политолог Владимир Пастухов. Первый главный вывод – в той изнурительной, тяжелой, титанической борьбе между Министерством обороны и ФСБ, кто на кого спихнет провал войны, и кто выйдет победителем из этой схватки, выиграл ФСБ. В целом, как бы, весь комплекс системных назначений пока говорит об усилении ФСБ. И это очень удивительно, но о растущем недоверии Путина, политическом недоверии Путина к армии. В конечном счете, это парадоксально, то есть, казалось бы, армия – это наше все, выстраивается, как бы, вся страна, все для фронта, все для победы, а нет. То есть, реально все эти изменения, если мы оцениваем их там не по деталям, а в комплексе, говорят о том, что армия, ради которой, как бы, все это на словах замышляется, является и воспринимается как некая политическая угроза. Армию берут в коробочку, сверху бухгалтера, снизу и изнутри опера. На этой неделе случилось еще несколько новых назначений. Наконец-то разрешилась интрига с бывшимся криталем Совета Безопасности Николаем Патрушевым. Он получил пост помощника Путина. Сын Патрушева пошел на повышение, а его самого понизили, считает журналист Кирилл Набутов. Патрушев везде звучал, его вон заграничные медиа называли чуть ли не главным властителем России, когда лысый профессор Соловей стал гнать свою тему про то, что Путин лежит в холодильнике замерзшим. Дескать, Патрушев хозяин, товарищу Патрушеву теперь пришлось слегка подвинуть, и это очень похоже на путинские методы, нельзя давать перевеса ни в одной из сторон. Значит, раз сынка приподняли, сначала министр сельского хозяйства, по-моему, кстати, младший Патрушев тоже начинал в ГБ служить, министр сельского хозяйства, теперь вице-премьер, но папа уходит в сторону. В какую сторону, никто не знает, потому что должность помощника президента, это с одной стороны должность безразмерная, а с другой стороны не очень заметная. Но помощник президента выше любого министра. И в результате этого господин Патрушев сегодня, оказывается, он как бы никто теперь, но помощник, но при этом уровень его значимости нам предстоит почувствовать в ближайшее время. Новый пост Патрушева-старшего многие комментаторы называют почетной пенсией. Особенно многих повеселило то, что в сфере его ответственности теперь оказалось кораблестроение. Николай Травкин. Другой президент взял бы, да и отправил на заслуженную пенсию. Но наш не таков. Полистал личное дело. Оказывается, Патрушев в 1974 году закончил Ленинградский кораблестроительный институт, но знания применить на практике не успел. Сразу был востребован в ряды КГБ. А чего за 50 лет в кораблестроении изменилось? Да в принципе ничего, лишь бы плавало. И назначили Николая Платоновича помощником президента РФ. Дмитрий Песков сказал, что кораблестроение курировать будет. Федор Корошененников. Одно из двух. Про кораблестроение шутка, чтобы не привлекать внимание к тому, чем на самом деле будет заниматься Патрушев. Или же Патрушев все, списан в утиль. Вряд ли, конечно, Патрушев будет в этом хуже Лизы Песковой, которой поручали курировать кораблестроение в 2017 году в возрасте 19 лет. Она даже успела опубликовать в Инстаграме пару постов, в которых назвала судостроение судопроизводством. Помощником Путина стал и бывший тульский губернатор Алексей Дюмин. Политические аналитики продолжают с интересом следить за карьерой Дюмина. Когда-то он служил в путинской охране, но его уже давно проще чуть ли не в преемнике Путина. Борис Фелл. Дюмин – один из самых доверенных чиновников Путина, бывший его телохранитель, постельничий, как называли таких людей русские цари. Дюмин таким образом, как и представители двух правящих кланов Дмитрий Патрушев и Борис Ковальчук, выведен на стартовую позицию в предстоящей борьбе элит за Кремль и Россию. Разумеется, в помощниках он проходит недолго. После восьми лет губернаторства Путин забирает Дюмина с земли в Кремль, чтобы иметь возможность назначить его на критически важный пост. Возможно, он заменит Шойгу в Совете Безопасности, когда под грузом показаний арестованных соратников бывший министр обороны сам попросится на покой как альтернативу Нарам. Разумеется, секретарем Совбеза Шойгу оставаться долго не сможет. Эта позиция во многом ритуальна и зависит от доверия Путина. Но в момент Х секретарь СБ заменяет президента, если этого не делает по каким-то причинам глава правительства. Предположения о блестящем будущем Дюмина не имеют под собой основы, считает оппозиционный политик Максим Кац. Никто из тех, кто в фантазиях уже примерял трон к бывшему ФСОшнику, так и не объяснил, чего ж такой важный человек 8 лет безвылазно просидел в губернаторах Тульской области. Не стал мэром Москвы или Санкт-Петербурга, не возглавил Газпром или Роснефть, не стал премьером или спикером одной из палат парламента на худой конец. 8 лет губернаторства в провинциальном регионе, который по всем параметрам, по населению, по размеру экономики, бюджетам, ближе к концу четвертого десятка в рейтинге российских регионов. И это не какой-то промежуточный шаг, не должность, на которой он должен был набраться управленческого опыта для большой федеральной карьеры. Нет! Он в Тулу, как засел в 2016-м, так до наших дней оттуда и не вылазил. Провинциальный губернатор это должность далеко не для принца. Это, если уж говорить о монаршей традиции, скорее место для младшего сына двоюродного дяди императора. Место для тех, перед кем очередь на престол длиннее, чем в подписной пункт Надеждино. Тем не менее, разговоры о Дюмине-преемнике не прекращались. Нет-нет, да и всплывала эта тема в интервью экспертов и статьях политологов в связи с каким-нибудь большим федеральным событием, в котором губернатор Тульской области якобы принимал самое непосредственное участие. Сделаем вот какое предположение. Возможно, именно за эти, не пойми, на чем основанные разговоры, Дюмин и поплатился, оказавшись в одном мусорном контейнере с Паттершевым. Еще более важным некоторые комментаторы считают то, что советником президента по культуре вместо Владимира Толстого теперь будет сталинистка Елена Ямпольская. Павел Пряников. Переход Ямпольской в советники президента. Скорее всего, нужно было освободить место главы Комитета по культуре Госдумы для более нужного человека. Да еще злые языки поговаривали, что ей покровительствовал уже бывший глава Совбеза Паттершев. Это тоже можно признать уменьшением влияния ястребов. Леонид Невзлин. Еще одно показательное назначение. Своим советником Путин сделал Елену Ямпольскую. Что говорит о полной оккупации сферы культуры идеями Никиты Михалкова, человеком которого она является. С ней работает целая команда по зачистке культурной сферы от всякого рода неправильных. Это грозит и развитием антисемитизма в России, и дальнейшим движением к мракобесию. Все последние назначения Путина ярко демонстрируют его желание долго жить в ситуации войны и мобилизационной экономике с соответствующим идеологическим обеспечением такой жизни. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободны», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами. Подкаст «Тейбл Ток» с Александром Геннисом. Каждый месяц мы беседуем с писателем, путешественником, кулинаром, почти полвека живущим в Нью-Йорке. Геннис – это опыт сопряжения Запада с русской культурой. Для многих сегодня этот опыт стал неожиданно актуальным. Книги, фильмы, культурные тренды и интеллектуальная мода. Смотрите «Тейбл Ток» на YouTube-канале «Радио Свобода». Ведущий Иван Толстой. Вы слушаете «Цитаты свободны». С вами Аля Пономарева. В Грузии уже месяц продолжаются массовые протесты против закона о прозрачности иностранного влияния. Все называют его «законом об иноагентах», потому что скроен он по образу и подобию аналогичного российского закона. В Грузии даже бытует в том числе название «русский закон». На этой неделе парламент Грузии принял этот закон в третьем чтении. И в Тбилиси на улице вышли тысячи протестующих. Российские патриоты, конечно же, утверждают, что протесты координирует Запад. Заодно они клеймят российскую оппозицию за то, что она после переезда в Грузию включилась в эти протесты. Валерия Троицкая. Говорят, среди задержанных во время акции протеста есть наши релаканты. Кстати, их уже неоднократно задерживали в Сербии тоже на организованных западными НКО протестах и беспорядках. Удивительные все-таки люди наши, либералы. Мы-то думали, они только в руку собственной страны плюют. С отвращением из нее едят и плюют из идеологических соображений. Нет, им наплевать, куда плевать. Готовы протестовать во всех приютивших их странах. Лишь бы платили. Но это их проблемы. А грузины движутся в правильном направлении. Главное, чтобы им не помешали. Правящая партия «Грузинская мечта» до сих пор пыталась балансировать между Европой и Кремлем. Но утратила этот баланс, и это может дорого обойтись стране, комментирует автор канала «Новости Кавказа» политический аналитик Гела Васадзе на канале «Живой гвоздь». Помни анекдот, когда Горбачев попросил определиться депутатом Народного совета, кто за капитализм, а кто за социализм. И Другьянов туда-сюда бегал. Его спросили, а почему вы бегаете туда-сюда? А я хочу жить как при капитализме, а работать как при социализме. Добро пожаловать в президиум. Вот примерно в таком же положении у нас сейчас находится Иванишвили. Он хочет политически быть Западом, в то же самое время быть полностью в экосистеме России и делать деньги. В принципе, это то, какую задачу перед ним ставили, когда поддерживали его приход к власти именно в Вашингтоне и в Брюсселе. Просто времена поменялись. И так делать больше нельзя. Поэтому вот сегодня идет отчаянный торт, который может кончиться скверно, скверно для Грузии, прежде всего. То есть у нас сейчас ровно два выхода. Или же мы решаем этот вопрос и продолжаем, сдирая кожу и так далее, двигаться на пути к свободному миру. Я не называю его европейским, еще каким-то или же добро пожаловать в русский мир. Но в русский мир тоже ненадолго, потому что на штыке неудобно сидеть. Просто жалко то, что слишком много затрачено на это сил. Это первое. И второе, жаль, что, к сожалению, в русский мир не откроется без крови. Если закон об иноагентах вступит в силу, заявка Грузии на вступление в Евросоюз будет заморожена. Оппозиционные блогеры желают грузинскому народу все же переломить ситуацию. Но отмечают, что сейчас невозможно предугадать, чем все кончится. Андрей Никулин. Интересно. Похоже на сценарий Евромайдана и на начало окончательного разрыва Запада с нынешним грузинским правительством. На стороне протестующих идеализм, молодость и численность. Однако не хватает координации действий между раздробленной палитрой оппозиционных политических организаций и лидерства. На стороне власти сплоченность, готовность к жестким шагам и понимание, что отступление в данном случае чревато крахом, выстраиваемой за дюжину лет системы и необходимостью отвечать за содеянное. Кто победит, время покажет, остается наблюдать. В истории Грузии были как случаи победы уличного протеста, так и его подавления, распада. К сожалению, недавняя история показывает, что победы протестующих может оказаться недостаточно, чтобы освободиться от влияния Кремля, говорит на своем канале журналистка Ксения Ларина. Это очень, мне кажется, важное событие. Мы еще масштаб его не осознаем по-настоящему и все ждем, как оно развернется. Уйдут ли с улиц люди? Задавит ли этот протест политическое руководство страны? Как задавил протест в своей стране Лукашенко? Какой путь в итоге выберет Грузия? По какому сценарию пойдет развитие событий? По сценарию белорусскому, белорусско-путинскому или по сценарию украинскому? Украинскому, где люди отстояли свое право на свободу, право на выбор в Европу. И хотя все это сегодня обернулось большой войной, но тем не менее, этот выбор был сделан обществом, и от этого выбора общество украинское не отказывается. Сегодня мы наблюдаем за тем, какую цену может заплатить грузинское общество за свой выбор. Тем временем в России Путин подписал закон, который запрещает иноагентам участвовать в выборах всех уровней. Тот же сценарий рано или поздно может ждать Грузию, уверена журналистка «Дождя» Лера Ратникова. Я очень люблю Грузию и с восхищением сейчас смотрю, как люди там борются за свое европейское будущее и против дискриминации. Я сама иноагент и не пожелаю этого никому из граждан этой прекрасной страны. Сначала и у нас российские власти убаюкивающе повторяли, мол, никаких нарушений прав, никаких ограничений, маркируйтесь и будет вам счастье. Потом начали иноагентской дубинкой уничтожать независимые СМИ, НКО и клеймить честных журналистов и оппозиционных активистов. А потом забили на приличие и просто запретили иноагентам участвовать в выборах. На самом деле, до этого еще много всего запретили. Теперь этим российским законом хотят отравить грузинское общество. Особенно остро это чувствуют, наверное, молодые люди. У них отнимают будущее. И я их понимаю. У молодых людей в России будущее уже отняли. Президент Грузии Саламе Зурабишвили обещал наложить вето на этот закон. Однако у партии грузинская мечта достаточно голосов в парламенте, чтобы преодолеть это вето. И все же Зурабишвили призывает протестующих добиваться своего не на улицах, а на избирательных участках. Возможно, зря, комментирует политический аналитик Алексей Лушников. Грузинское общество должно мобилизоваться, чтобы обеспечить победу оппозиции на парламентских выборах в октябре, а не свергать власть, заявила президент Грузии Зурабишвили телеканалу CNN, комментируя принятие парламентом закона об иноагентах. Уважаемая президент Грузии, увы, не понимает одного нюанса. У путинских невозможно выиграть выборы. Свою власть они на выборах не отдают. Никогда не отдают. Оппозиционный политик Леонид Гозман на канале Эльвира Вихаревой напоминает, что с началом полномасштабных репрессий массовые уличные протесты становятся невозможными. Когда бывают массовые протесты? Почему они в Грузии есть, а у нас их нет? Или в Украине они были, а у нас их нет? Значит, массовые протесты бывают тогда, когда выполняются несколько условий. Первое, когда есть шанс на успех. Когда мы выходили на митинги вот этих конца 80-х годов или на митинги 11-12-го года, мы верили в то, что еще немного, еще чуть-чуть режим падет. Помните, есть белорусская песня прекрасная «Если я навалюсь плечом, если ты навалишься плечом, если мы навалимся плечом, стены этой тюрьмы падут». Мы в этот момент верили, что стены падут. На Майдане верили, что стены падут. И стены пали. В конце 80-х, начале 90-х мы верили, что стены падут, стены пали. Сейчас все понимают, что стены от этого не падут. Дальше. Массовые протесты происходят тогда, когда есть понимание, что есть шанс вернуться живым. Когда на площади Аня Аньмы наши старшие китайские товарищи намотали людей на гусеницы танков, просто на гусеницы танков, на манер танков, пустили на живых людей, то с тех пор там протестов не было, потому что китайские товарищи показали, что они не остановятся ни перед чем. Вот вообще ни перед чем. Не на Майдане, на Майдане не ждали, что будут стрелять по толпе. Не ждали. В Грузии, сейчас, в современной Грузии, ну, водомета куда не шло, потому что они поставят пулеметы и просто расстреляют человека в матери толпу. Этого никто не ждал сейчас. И, наконец, есть одно необходимое условие того, чтобы состоять реальные массовые протесты. Это раскол элит. Значит, у нас в конце 80-х, начале 90-х было две партии в политбюро. Обе возглавлял Михаил Сергеевич Горбачев и партию твердокаменных коммунистов и партию либералов ему так удалось. Тем не менее, эти две партии были. Все понимают, что есть Лигачев, а есть Яковлев. Во время обеих революций, обоих майданов украинских был раскол элит, были оппозиционные фракции, был независимый бизнес и так далее. Ничего этого, разумеется, нет у нас сейчас. А когда всего этого нет, тогда нет протеста. Возможно, у грозинского общества сейчас действительно есть последний шанс отстоять свои права на свободу слова. С вами была Аля Пономарева и цитата свободы. В этом подкасте каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Слушайте нас и советуйте друзьям. А вот комментировать лучше с осторожностью. В России это теперь наказуемо. До скорой встречи. Студия подкастов Радио Свобода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова